МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После того, как о введении новых санкций против Москвы объявила Америка, ЕС добавил в черный список еще 15 россиян. При этом Брюссель не последовал примеру Вашингтона и не стал вводить санкции против российских компаний. Почему же ЕС действует осторожнее США? В 2013 году товарооборот между Россией и США составил 27 миллиардов долларов. Однако это ничтожная сумма по сравнению с товарооборотом между Москвой и Брюсселем, где этот показатель превысил 400 миллиардов долларов. Экономист Кертис Эллис считает, что более жесткие санкции в долгосрочной перспективе могут привести к глобальным изменениям в мировой экономике. По его словам, Москва может отвернуться от Запада и установить тесные связи с Китаем. На мой взгляд, хорошо, что США не могут убедить ЕС ввести такие же санкции, потому что в долгосрочной перспективе эти меры приведут к сближению России и Китая. Такой шаг подтолкнет Москву к партнерству с Китаем. А это подорвет все достижения дипломатии, которую начал проводить Ричард Никсон в 1972 году. США совершенно ни к чему союз между Россией и Китаем, который дестабилизирует американский доллар и из-за которого он может в результате потерять статус международной валюты.